Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Мнукян рассказал Дни Ру о проблемах современного телевидения, которые превращают его. По меткому замечанию артиста Леонида Ермольника в отхожее место, в качестве персон возмутителей спокойствием назвал певицу Ольгу Бузову и дважды изнасилованную Диану Шурыгину. В последнее время среди зрителей отечественного телевидения растет недовольство тем продуктом, которым их кормят с голубых экранов, причем возмущаются как обычные граждане, так и знаменитости. Некогда блиставшие в телестудиях так, с критикой информационной политики на телевидении выступил артист Леонид Ермольник Цент с того, что можно и что нельзя, упал ниже Плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл, для меня это неинтересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу. Рассказал он в интервью «Комсомольской правде», в целом же, телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посвятить «я так не хочу». Поставил он неутешительный диагноз телевидению, с артистом согласился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Во многом прав Леонид Осакович. «Я на протяжении целого года не устаю повторять, что с телевидением происходит нечто непотребное, кажется, ну вот уже дно пробито, а ну нет, постучали снизу». Рассказал он в эксклюзивном комментарии для Дниру «Сначала пять эфиров говорят про изнасилованную Шурыгину, затем из архивов достают неприглядные подробности интимной жизни Панина. Она главный канал страны приглашает ведущей Бузову, благо вовремя спохватились, дескать такой хайпом не нужен, перечислил он сомнительных героев российских экранов. А эти скандальные шоу со знаменитостями, где каждый раз перетряхивают их грязное белье, нескольких передач с Джигарханена моего супруга оказалось мало. Решили осветить недалеко не радужные подробности жизни уже умерших Шукшина и Мишулина, доколе заключил Вадим Манукян.